МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Филиал онкодиспансера планируют открыть в Жасказгане в этом году. В Акимате Карагандинской области на аппаратном совещании рассмотрели ход реализации комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цветы за 120 миллионов. Карагандинских общественников возмутило расточительство чиновников. На озеленение и благоустройство шахтерской столицы власти планируют потратить полмиллиарда тенге. В следующем отопительном сезоне жители Сарани по-прежнему будут без центрального теплоснабжения. Строительство центральной котельной затянется еще на пару лет. К такому выводу пришли в региональной палате предпринимателей. В регионе ведется комплексная работа по борьбе с онкологическими заболеваниями. О ее результатах на аппаратном совещании рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Аскар Хорошаш. Также Акиму области доложили об увеличении количества пользователей мобильного приложения Дамумед. Не обошлось и без острой критики главы региона. В регионе снизилось количество запущенных случаев рака. Расширился парк диагностического оборудования. Запланировано создание областного мамологического центра. Об этом Акиму области Ерлану Кушанову доложил заместитель руководителя управления здравоохранения Аскар Хорошаш. На очередном аппаратном совещании чиновник поведал о направлениях комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. По поручению главы государства Министерством здравоохранения разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в республике на 18-22 годы. Экстраполяция данного плана на Карагандинскую область была произведена с учетом качественных и количественных показателей, а также от техсостояния онкослужбы. В комплексном плане были обозначены 4 основные цели. Это профилактика и управление факторами риска, высокоэффективная ранняя диагностика, внедрение интегрированной модели оказания онкопомощи и развития кадрового потенциала. На аппаратном совещании также сообщили, что увеличилось число пользователей приложения Дому Мед. На сегодняшний день его используют 280 тысяч карагандинцев. Количество пользователей приложения Дому Мед возросло до 280 тысяч человек. За последние две недели более 35 тысяч карагандинцев начали пользоваться этим приложением. Во всех районах работа ведется согласно графику. Однако глава региона выразил недовольство работы приложения. Ерлан Кошанов подметил, что и сам использует Дому Мед, но не получает уведомлений и напоминаний о своевременном прохождении обследований. Ответ заместителя руководителя управления здравоохранения Оскара Хорошаша о том, что с ним они поработают отдельно, Ерлана Кошанова отнюдь не позабавил. Работайте в этом направлении. Для чего мы, 280 тысяч человек, мы практически все население скоро будет пользователями. Для чего мы этот КМИС внедрили? И о чем вы говорите, Аскар Нацибулайович? Имейте в виду, я сам пользователь, я вижу. Ни одного по флюорографии, по другим, никакого этого напоминания или что-то, я не вижу. Не получаю. Или вы хотите мне отдельно опять мною заниматься? Не надо отдельно заниматься мною. Я так и хожу, как и все. Глава региона поручил управлению здравоохранения работать в этом направлении, чтобы сотни тысяч карагандинцев, использующих приложение, получали качественные услуги. Тухжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цветы за 120 миллионов. Карагандинских общественников возмутило расточительство чиновников, приобретающих ампельные питуньи из Голландии. На озеленение и благоустройство шахтерской столицы власти планируют потратить полмиллиарда деньги. Активисты города встретились с журналистами и выразили свое недовольство по этому поводу. Утопающая в цветах караганда обойдется чиновникам в полмиллиарда. Многие уже заметили в клумбах цветы четырех видов. Львиную долю составляют питуньи. Главная причина популярности этого цветка в том, что посадить и вырастить его не составляет большого труда. Цветоводов по всему миру привлекают яркие цветки питуньи, которые украшают террасы своим буйным цветением весь сезон. В Караганде этим летом радовать глаз будут ампельные питуньи, купленные в Голландии. Естественно, цена на них в три раза дороже. А почему мы не можем выращивать то же самое? Ну, наши услугодатели непосредственно в лице управления парками говорят, у нас нет теплиц, у нас нет условий, у нас нет земли. Короче, в общем-то, в принципе, хотя управление парками имеет на правах хозяйственного ведения выполнять эту работу. Самих чиновников возмущение общественников удивляют. Однако озвучить сумму покупки на камеру они все же постеснялись. В Акимате заверили, что за каждый цветок они готовы отчитаться. Местные власти уверены, что Караганда ничуть не хуже Астаны и Алматы, откуда и пошла мода на двухъярусные дорогостоящие вазы. Вот, наверное, вы видели, в Астане есть очень много таких двухъярусных вазонов, в Алмате есть двухъярусные вазоны. Конечно, Караганда, мы тоже город областного значения, и, естественно, мы не отстаем от этого. Чиновники согласились с активистами лишь в том, что ампельную петунью дешевле выращивать у нас. В следующем году они планируют настроить теплицы, однако семена все же продолжат закупать в Голландии. И хотя любимец у цветовода в Казахстане пока не выращивают, гашки для цветов все же производят. Сделанные на местном заводе гашки вызывают у чиновников особую гордость. Все лето ими будут украшать центральные улицы города. И в этом году жители города Сарань будут зимовать без центрального теплоснабжения. Строительство центральной котельной затянется еще на пару лет. К такому выводу пришли на совещание в региональной палате предпринимателей, где собрались представители управления строительства и руководители автономных котельных. В предстоящий отопительный сезон жители Сарани могут столкнуться с рядом проблем. Обещанную в 2013 году центральную котельную не построят и в этом году. По решению экономического суда области, подрядчик, то бишь Павлодарский завод, был обязан ввести котельную в эксплуатацию до 1 октября 2017 года. Однако сдвига в этом деле не появилась. Подрядчик обанкротился, стройка заморожена. Управление строительства объявило конкурс на технический аудит, чтобы узнать, в каком состоянии котельная сейчас. Управлением объявлен конкурс на проведение технического аудита для оценки текущего состояния и состояния финансового планета, сколько стоит остаточная стоимость этого объекта. Теперь в дело вмешалась региональная палата предпринимателей. Инициаторами встречи за круглым столом стали руководители автономных котельных. Таких в Сарани десятки. Их будущее зависит от того, будет ли построена общегородская котельная в ближайшее время. Если нет, то руководителям мелких котельных придется обновлять устаревшее оборудование, что приведет к повышению тарифов. Если строительство котельной все же завершат, то сотни людей останутся без работы. Люди, которые более 15 лет обеспечивали тепло, они не могут быть в один час с вводом новой котельной выброшены на улицу и пополнить число безработных. В среднем в каждой котельной работает 15-20 человек. Вы умножите на 15. 15 на 15 – это уже 225 человек может стать безработным. На все это они не получают на протяжении последних трех лет четкого ответа от местных исполнительных органов. Специалисты рассматривают и перспективу перехода на газовое топливо. Это связано со строительством магистрального газопровода Сарарка. Точкой сдвига в этом деле должен стать технический аудит. Только после оценки состояния котельной будет разрабатываться проект на завершение строительства. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде на обочине трассы найдено тело женщины. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, 17 июня около 23 часов на пересечении улицы Саранское шоссе и улицы Исакена-Сейфулина 28-летний водитель автомашины Volkswagen Polo совершил наезд на неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Мера пресечения в отношении водителя избирается. Данный факт зарегистрирован в едином регистре досудебного расследования. Назначенные соответствующие экспертизы проводятся досудебные расследования. К другим новостям. Архивные документы, фотографии и экспонаты времен Алашурды, Казахской ССР и независимого Казахстана представлены в областном историко-краеведческом музее. В преддверии 20-летия государственной службы здесь открылась экспозиция. Безденгмандет Халкакзмет. Первыми посетителями стали работники Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. На стендах представлены уникальные фотографии, документирующие три ключевых этапа развития нашей республики. На первом представлены фотографии лидеров партии Алашурда. Ахмед Байтурсынов, Алихан Букиханов, Мржак Абдулатов. На втором – фотодокументы времен Казахской ССР. И на третьем стенде – фотографии новейшей истории независимого Казахстана. Здесь представлены экспонаты, объемные экспонаты нашего Карагнитского областного историко-карагнитического музея. То есть это хранились в фонде нашего музея. Экспозиция раскрывает историю создания и развития государственной службы Казахстана. Инициатором выставки выступил областной департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции. Его сотрудники стали первыми посетителями. Тем самым хотим поднять имидж государственной службы. Конечно же, здесь речь идет о повышении доверия граждан, населения к государственным органам. И отмечаю вот такой профессиональный праздник Куслущего, чтобы Куслущие тоже гордились, что у них есть профессиональный праздник, что есть вот такие события, совершаются ежегодно в канун таких праздников. День государственного служащего в Казахстане отмечается 23 июня. Впервые этот день отпраздновали в 2013 году. Проводятся различные конкурсы как среди чиновников, так и среди журналистов на лучшее освещение работы государственной службы. Организаторы уверены, что новая экспозиция в областном историко-краеведческом музее также будет способствовать улучшению имиджа госслужащего, повышение к нему доверия со стороны граждан. Андрей Теншал, Каралтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде завершилась Международная олимпиада по казахскому языку и литературе среди представителей казахской диаспоры. Участники из семи стран мира проверили свои знания родного языка. Лучших из них в торжественной обстановке наградили грамотами, дипломами и медалями. Церемония награждения состоялась в театре имени Сакена Асифулина. Международная олимпиада среди представителей казахской диаспоры проводится в 15-й раз. Цель мероприятия – распознать одаренных детей среди этнических казахов, которых объединяет любовь и тоска по родному краю и языку. Сильнейших выбирали посредством двух этапов – письменного и устного. В этом году в Олимпиаде приняли участие около 60 школьников из семи стран мира. В этом году в Олимпиаде участвовали 56 детей из семи стран, таких как Турция, Иран, Россия, Монголия, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Своим участием они выразили любовь к родному языку, народу и земле. Наша цель – оказать таким одаренным детям поддержку, а также повысить интерес к казахскому языку и литературе среди казахов, проживающих за рубежом. Стоит отметить, что представители казахской диаспоры организаторы поддерживают не только словом, но и делом. Несколько вузов страны каждый год выделяют гранты для казахских детей, проживающих за пределами Казахстана. На церемонии награждения некоторые участники Олимпиады выиграли гранты на обучение, чему были несказанно рады. Я благодарна Казахстану за ту возможность, которую мне предоставили. Я смогу бесплатно обучаться в одном из университетов по специальности казахская филология. Могу остаться на исторической родине и внести свою лепту в развитие Казахстана. В этом году я заканчиваю школу в Китае. Этот грант распахнет для меня новые двери. Несмотря на то, что все участники Олимпиады выросли в других странах, все они видят свое будущее в Казахстане. В стране, где говорят на столь любимом ими казахском языке. Я хочу переехать сюда, я хочу здесь жить, я хочу построить здесь свое будущее. Победители и призеров Международной Олимпиады наградили дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан, 1-й, 2-й, 3-й степени, грамотами и медалями. Всем участникам выдали сертификаты. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Абайе во дворце городского управления внутренних дел установили обелиск полицейским погибших на службе. В Абайском районе состоялись мероприятия, посвященные предстоящему Дню казахстанской полиции. 18 лет назад, 26 октября 2000 года, при задержании особо опасного вооруженного преступника, погиб сотрудник полиции Александр Истомин. Это о его подвиге рассказывается в художественном фильме «Операция Сирена», снятого пресс-службой областного ДВД. Вспомнили в этот день и сотрудника полиции Алданыша Тайгожина, который в неравной схватке с бандитами был жестоко убит в 2003 году. На церемонии открытия обелиска присутствовала его дочь Айлана. Всегда, сколько я помню себя, всегда говорили об отце, только о положительных его сторонах, о том, что он отличался всегда с мужественностью. Заре! Чай! Плит! Заре! Чай! Плит! Заре! Чай! Плит! Успехи казахстанской полиции в борьбе с преступностью неразрывно связаны с боевыми утратами. Это отметил заместитель начальника областного ДВД полковник полиции Ардак Интыкбаев. Но дороже всего для истинных профессионалов – это благополучие граждан, правопорядок в стране, светлое будущее, подрастающее поколение. Но существует и преступный мир, который не желает жить по закону. Именно на пути преступников и нарушителей закона всегда стоят сотрудники полиции, зачастую совершая героические поступки. Два шесть сотрудников полиции Ардакинского гарнизона навесно останутся в нашей памяти, выполнив свой долг, ценой своей жизни. После открытия обелиска в актовом зале УВД Абая прошел концерт, посвященный Дню казахстанской полиции и 20-летию Астаны. Уходишь сквозь огонь и дыр, наряд последний свой, а я молилась, чтоб живу, вернулся ты домой. Уходишь сквозь огонь и дыр, наряд последний свой, а я молилась, чтоб живу, вернулся ты домой. И здесь же, в городе Абай, на стадионе Жигер состоялся футбольный турнир среди сотрудников органов внутренних дел Карагандинской области. В соревнованиях приняли участие более 30 команд. Это все подразделения органов внутренних дел и управления специализированной охраны. Всего года департамент внутренних дел совместно с физкультурно-спортивным обществом «Динамо» проводит турнир по мини-футболу в честь празднования Дня казахстанской полиции. Этот турнир не первый год проводят, это у нас, как говорится, ежегодно проводится. Среди сотрудников территориальных подразделений области 34 команды сегодня участвуют. Участник команды желаю бескомпромиссной борьбы, пусть победит сильнейший. Сильнейшей оказалась команда УВД Абайского района. Второе место заняли футболисты специального отряда быстрого реагирования. Замыкают тройку лидеров спортсмены управления службы специализированной охраны. Победители награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугунстер. Аман Саугунстер. Аман Саугунстер. Аман Саугунстер.